Одна из форм и площадок для обсуждений, для беседы, для диалога и для ознакомления с тем, что сегодня происходит в Санкт-Петербурге и что было в Санкт-Петербурге. И сегодняшняя наша гостиная посвящена очень трепетной, очень важной теме. И сегодня весь мир поминает тот день, тот страшный роковой день, когда началась Великая Отечественная война. И день, как и ночная, называется Великая Отечественная война, я вас попрошу подняться и помочь. Великая Отечественная война Этот памятный день задел каждую семью. В каждой семье были люди, которые ушли на фронт, кто добровольцами, кто присоединниками, кто прибавлял себе года, специально включался на фронт. Ну и, конечно же, Нурманская область не обошла эта беда. И неудивительно, почему не обошла. Потому что Нурманская область и Баренцево море – это тот оплот, северный оплот, те врата, которые позволяли беспрятственно использовать Баренцево море. И, естественно, благодаря нашему вольт-стриму. Но никто не ожидал, что, оказывается, здесь не все так просто. Никто не ожидал, что, оказывается, не справиться с пользователем Баренцево море. Не самой дате начала Великой Отечественной войны, а как раз победе. Победе того, что все-таки народ выстоял, народ смог, народ устоял. И тема так и называется – победу ковали вместе. Никто не смотрел ни на ранги, ни на национальности, ни то, что это женщина, мужчина, ребенок. Все участвовали, и все ковали в этой победе. Поэтому я думаю, что действительно тема извечная. Она будет долго у нас в наших сердцах и памяти. И слава Богу, что у нас есть возможность об этом говорить, об этом передавать. И как бы говорили, что уходит ветеран, уходит там, вот именно живая память. Но все-таки от нас, с вами, зависит, что мы передадим и что мы расскажем своему будущему поколению, чтобы этого не повторялось. И, конечно же, тема «Самская гостиная», поэтому мы в большей степени будем говорить о тем, о которых внесли, пусть она, наверное, незаметная была, но она была весомая. Это те люди, которые пришли со своим скарбом, со своими животными, со своими оленями и помогали, как могли. Мы будем говорить об арене транспортных подрядов. Вообще, эта тема поднялась довольно-таки давно. И первыми, кто, наверное, скорее всего, откликнулись, и, наверное, быстрее сформировались в этом направлении, это Ненинский автономный блок. Который, в общем-то, там преподаватель истории Юрий Викторович Канин, который начал исследование и, в общем-то, пришел к тому, что появилась вот такая книга. Называется она «Один на арене транспортных подрядов». На самом деле, все равно есть, что почитать, как рождалась полярная дивизия, как-то работала она. И вы не зря же полярную дивизию впоследствии называли немцами, называли «дикая дивизия», что она действительно не знала никаких путей, которые их рождали. Они говорят, что выходили непонятно откуда, то есть как появлялись и так далее. Но это благодаря тоже и оленя, потому что олень – то бесхидкостное животное, которое не требовало особых условий, и оно всегда сохраняло тишину, когда нужно было где-то находиться в засаде. Хотя тут вот был случай интересный, рассказывает один из дворей, когда мы стоим за садей, ну и вдруг начинается перестрелка, олень же не понимает, они нас тыкают, вот, ну, то есть тыкают, чтобы мы вставали и бежали. Ну, то есть нам надо находиться в засаде, а они наоборот нас начинают мордой, мы что-то подвихивать, чтобы мы вставали. То есть олень и не понимают, почему мы должны, мы остаемся лежать, вот, да, и вдруг какая-то не сияет. В общем, вот такой момент, который, в общем-то, интересен и, наверное, самая благодатная наобочина для даже изучения наших детям и делать какие-то сервисские работы в этом направлении. То есть, ну, все зависит, наверное, только от нас, как мы дальше будем продолжать. Вот, и я, конечно, перейду ко второму моменту. По идее, у нас по программе, то, что когда мы начали писали, была презентация Нины Ежовой о кольских самах, которые внесли вклад в Великую Отечественную войну, но решила, что все-таки очень много моментов говорить об одном и том, что фактически, потому что, ну, мы все, я соединила, постаралась соединить в этой маленькой презентации. Поэтому я хочу лучше предоставить слово сотруднику музея о том, что находится сегодня в архивах, в багаже, так сказать, в лагере, в лагере, в лагере, в лагере, в лагере, в лагере, в лагере. И попросить рассказать им на то, что это. Добрый день. Я рада вас уже видеть в наших музеях. И, к сожалению, в нашей постоянной экспозиции не представлены материалы, которые рассказывают о лагере транспорта. Нас постоянно за это критикуют. Но я думаю, после нашей реконструкции, которая вскоре произойдет, мы этот пеностаток ликвидируем, и о лагере транспортном лагере будет у нас в представленной экспозиции. Но зато в фондах у нас хранится и на выставке, которая была посвящена 65-летию Победы, также был представлен достаточно большой комплекс, который рассказывал об этих отрядах. У нас в фондах хранится 4 фотоальбома, в которых представлены фотографии об олене транспортных отрядах. Один альбом – это альбом Турчинского, военврача первого ранга, он являлся одним из организаторов олене транспортных отрядах, и в этом альбоме представлено более 30 фотоотпечатков. Еще очень интересный альбом – ветерана войны Филимона Николая Андреевича, также целый альбом, посвященный участию олене транспортных отрядах во время Великой Отечественной войны. В этом альбоме также более 30 фотографий. И еще два альбома, которые рассказывают об участии олене транспортных отрядах. Кроме альбомов у нас представлено очень много фотографий и фото негативов непосредственных участников олене транспортных отрядах, а также наших глобозерцев. Например, такие фотографии и фото негативы, которые рассказывают о Кельчинском, об Антонове. Они непосредственные участники этих отрядов. Например, Антонов был ветеринарным врачом в первом армейском олене транспортного отряде. Петр Ильин, его фотографии – это командир 10-го армейского олене транспортного отряда. Денисов Александр Иванович, он был взаотехником в области отряда. А потом барзами работал. Чего? А потом барзами работал у нас. Он у них, конечно. Все, кто остались живы, они продолжали работать. Кулим Василия Васильевича, фотографии негативные. Трофименко Александровича, командиром 3-го армейского транспортного отряда. И достаточно большой список участников этих отрядов. Кроме того, у нас в фондах хранятся фотографии, личные вещи не только участников олене транспортных отрядов, но и богозерцев, которые принимали участие во время Великой Отечественной войны на других фронтах. Например, фото партета Шомкина Александра Матвеевича, жителя села Краснощелье. Он принимал участие в шлении Великой Отечественной войны на Ленинградском и Прибалтийских фронтах. Фотографии разведчиков-связистов Галкина Андрея Павловича и Остафьева Алексея Ивановича. И, например, Южкевича Николая Дмитриевича, учителя села Нового озера. Кроме фотографий и негативов, у нас хранятся комплексы документов, личных вещей участников олене транспортных отрядов и нового озера. Это и удостоверение к наградам, и награды. Красноармейские книжки, например, Красноармейские книжки Чупрова Михаила Филомоновича, Даниила Тимофея Андреевича, Кузнецова Григория Сидоровича, Артиева Дмитрия Филомоновича. Также у нас хранятся письма лавазерцев, которые мы писали с фронта. Например, Южкевич Николай Дмитриевич, достаточно большая подборка писем. Письма Аникина, Волохова, Чуракова, Крементьева, Мелиха, Тарасова. То есть, если кому-нибудь интересно, то с этими письмами можно будет ознакомиться. Также у нас хранятся военные билеты Терентьева, Рачева, Данилова, Логинова. Также хочется еще отметить, что лавазерцы принимали участие не только в валене-транспортных отрядах, но еще и в партизанском движении. Поэтому у нас хранятся документы и фотографии участников партизанского движения у нас на севере. Также у нас хранятся и похоронки погибших лавазерцев. И извещения о том, что без вести пропали люди, о том, что погибли от ран. А также большой комплекс документов, который посвящен олене-транспортным отрядам. Это, может быть, достаточно сухие сводки, таблицы о проделанной работе, сведения о награждении бойцов, расчеты различной ведомости. Все это раньше было под грифом «Секретно». Может быть, это и достаточно скупые цифры, но, тем не менее, они говорят о большой роли и о большой работе, которая была проделана олене-транспортными отрядами. Есть еще один очень интересный документ под грифом «Секретно». Это информационный бюллетень, анализ по использованию олене-транспортных отрядов «Бюллетень» 44-го года. И достаточно большое количество личных вещей. Это и фракталы и фляги, и кружки, и стаканы, которые были из снарядов сделаны. Личные вещи и вольпимы, полушубки. Ну, я не говорю, что в таком огромном количестве, но имеется. Есть, да, гимнастерки, пилотки, полушубки, то есть полевые сумки офицерские. То есть достаточно очень хорошо наш коренной народ представлен у нас в УЗИ. И я думаю, что обязательно, когда у нас будет новая экспозиция, мы все-таки уделим внимание участию наших олене-транспортных отрядов в войне. И если кого из вас заинтересует, то мы всегда можем предоставить, ознакомиться с нашими материалами. Особенно нужно там и студенты, которые будут писать, работы или какие-то докладные рефераты готовить. То всегда, пожалуйста, мы всегда рады помочь. Все. Спасибо большое. Спасибо. Ну, действительно, действительно, ведь возникает одно из предложений, да, создать такую экспозицию, которая была постоянная, чтобы люди... Тогда память не затушевывается, да, она как раз будет воочию. И если тем более есть люди, которые еще живы, родственники у этих людей, называют вот этот, вот этот, вот этот, потому что я не знаю, узнала воочию, во-первых, как Шарик Александр Андреевич, он знаменитый наш, как говорится, ветеран из нащелья, просто работают на нащелье, 11 лет, и вы детей туда родили, и мы вон к нам приходили, и в школу, и в детский сад. В общем-то, очень много интересных вещей рассказывают, потому что он действительно такой вот грамотный, поставленный в голос, вот так красиво рассказывает. Вот. Также вот Данила, там, и у Тимофея Нареевича, это вообще мы почти родственник, в плане того, что мы и соседи, и родня, там, четвертая колена, конечно, но все равно родня. То есть любую фамилию, у кого вы называете, вы всегда можете найти, что они по каким-то способам к нам относятся. Вы назвали только вот, например, Лавозерский, как акцент сделали, но у нас есть представители из Ванзина, есть представители Мороза, есть представители, ну, многих населенных пунктов, Туломы, то есть Анатозина в то время, то есть, конечно, которые, видимо, родственники тоже принимали участие. Поэтому, если эта господица будет, то мы только за, и зовите, мы обязательно в этом плане поможем, чтобы, по крайней мере, если вдруг вы забудете, мы напомним вот об этом, что мы не забудем. Мы постоянно за это кредитуют нас, поэтому... Да, на самом деле, действительно, это было бы здорово, чтобы у нас это все-таки осуществилось. Это вот как раз будет один из толчков, и все-таки, наверное, результатом нашей гостиной, именно для того, чтобы разведать уже эту идею дальше. Ну что, поднемся к памятнику? Да. Или пообсуждаем вот этот момент? Может быть, вам кому-то что-то хочется сказать в этом направлении? Может быть, какие-то уже мысли возникнут? Или, по крайней мере, если не мысли, то возможности к кому-то перелочить обратиться, что необходимо сделать, и чтобы нам не оставлять. Потому что я напомню как раз о первых и вторых гостин, которые у нас проходили, а вы помните прекрасно, да? Первая гостина была посвящена самскому заговору и теме Василия Кондратьевича Алымова, который пострадал как раз в эти суровые года 37-е, года репрессий. И, в общем-то, пострадал фактически за то, что он собирал этнографические материалы и пытался учить самский язык и быть ближе к тем людям, которые передавали ему ценнейший материал вообще этнографии. Это сказки, рассказы, муштал, легенды и так далее, исторические какие-то моменты, топонимику записывал и так далее. То есть вот это все, впоследствии, когда произошли аресты, оно было просто уничтожено, сожжено. И благодаря вот этой теме мы нашли все-таки возможность, познакомились, опять возвращаюсь к этому, к Михаилу Николаевичу Кураеву, которому буквально 18-е числа исполнилось 74 года. И я всех вас поздравляла его и говорила, что мы надеемся на встречу, которая все-таки состоится в октябре, потому что он сюда к нам приедет для презентации книги исторического описывания, который написал сам сказок. Вот это уже, видите, движение, вот только гостиная уже есть результат. И самое интересное, что была одна из наших старейшин, это Полина Петровна, которая была на встрече у Ренакова Марии Васильевковской, и подняла именно вот эту тему, когда мы встречались 9 мая, что назвать улицу имени Василия Амудова внизу улиц Московской области. И вроде как к ней уже звонили, обращались у нас аппарат управительства по поводу именно названия улицы, и, в общем-то, я думаю, что нам звонили, не надо забывать и все-таки тоже, как звоночки звонить, чтобы, что мы помним и держим на, как говорится, на, как сказать, на сцене, слово не подвергло. Вот, на контроле. На контроле, вот, на контроле. Вот, и, конечно же, вот вторая гостиная, посвященная Глассамскому и СУКО, то же самое, у нас уже есть определенные результаты в этом направлении, и благодаря тому, что и накануне прошел совет при правительстве в Нурманской области, где мы приняли решение о том, чтобы организовать рабочую группу по Глассамскому и СУКО, потом продолжение, вот, было в гостиной, и сейчас, вот, 24-го числа в Лаузере мы собираемся на заседании именно в этой теме, так что, видите, вроде бы, озвучиваешь тему, и, в общем-то, уже дальше она идет, имеет продолжение. Поэтому и, вот, по поводу сегодняшней гостиной, то же самое будет продолжение. Потому что, я так думаю, что памятник будет быть. И от вас сейчас зависит, какая задача, или, по крайней мере, цель нашей гостиной, чтобы вы с кем рядом общаетесь, с кем соприкасаетесь, где-то встречаетесь в каких-то форумах, даже за чашкой чая, вы можете рассказывать именно об этом и озвучивать эту тему, чтобы как можно больше людей могло это узнать. И, конечно же, это фактически как сетевики доработают. Мы с вами пособщались, потом вы эту сеть раздвигаете дальше. И в итоге, получается, будет хорошее дело. Так что, ваше предложение, пожалуйста. Видно, что это должно быть, и я, например, сейчас вижу, что этот памятник обязательно оленью упряжку должен стоять рядом с Алешей, в том комплексе, сто процентов. И не надо никаких чайбитий, еще чего-то, правильно? Просто вот вы сами должны написать бумагу такую, и приложить подписи, и, пожалуйста, губернатор. Мы с вами будем его продвигать дальше. А если рядом с нами нет друзей, как-то посетить Тимофеевцевой здесь, Татьяна Петровна, горожане Североморцы, не самые, но они наши друзья. Они не гордышко здесь. Не знаю, как зовут еще. Так что, понимаете, сбор подписей можно организовать и сделать. Я не знаю, какую особую форму Валентина Вячеслава считает. Вот сейчас просто написать, если я с чисто из бумаги, значит, организовать сбор подписей за установку или за создание памятника Алина Транспиттера Матерна, защищавший Польский Север и в целом Россию. Потому что, если бы взяли Мурманск, Россия бы тоже где-то на одного порухнула, так что раздолго вставала на ноги. Поэтому я за то, чтобы каждый сегодня мы могли взять листочки и уехать собрать подписи. Это первое. Второе, я считаю, чтобы нам с законным вопросом обратиться. На чьи деньги, на какие финансы вы будете этот памятник учреждать и ставить и делать. Значит, у нас открыт фонды самской культуры и наследия. То есть, есть орган, через который мы можем организовать сбор средств. Хотя предложения поступали разные. Чуть ли не частные лица открыть. Счет есть у нас и у Алина. Я понял, на который, в общем-то, этот вопрос сгудировала во все газеты, во все инстанции. Лавазерскую администрацию писала, и Мурманскому администрацию написала письма. Но администрация областная вообще не ответила. А Лавазерская ответила, что нет денег на это дело. Видите, как легко отмахнуться было. Отмахнулись. Но и средства массы, и информация она тоже обращалась к вопросу, как бы этот вопрос продвинуть. И нигде не было напечатано. Но газета «Аргументы и факты» заинтересовались. Буквально в конце, сейчас в конце мая появилась такая большая статья. Один в поле не воин, правда, называется. Татьяна, как бы Нина Яковлевна одна сражается за это. Мы вместе с нею. Этот вопрос, он у нас поднимался, обсуждался. Но все дело в том, что мы слишком, может быть, мало инициативы проявляем. Если бы взялся за душ, не говоришь, что душ, и надо всем миром навалиться на чиновичи аппараты. Я думаю, что они, если бы тот сегодня был бы... Кстати, пока я распространяю все эти наши приглашения. И по депутатам областной думы, и в администрацию. Но, как видите, пока нас ни та, ни другая власть не слышат. То есть не слышат нас депутаты, не слышат нас, конечно. И власть, которая обязана нас видеть, слышать и работать и же с нами. Конечно, удобно, когда Сама поет и пляшет. Вот картинки, мы как-то заставочный материал. Вот я появлюсь в своем нарядном платье в Санском. Но, значит, у Сама какой-то праздник. В городе вот здесь я хожу, какой-то праздник. Мы не ради праздника только живем, а мы живем так же, как все нормальные люди, с тем, чтобы иметь право, чтобы эта память нашим воинам, солдатам, оленеводам, она была с честью, достойно рядом. Я тоже считаю, что именно рядом у памятника Алеши должен быть сооружен этот памятник. Уж какой, каким он был. Здесь вот вы видите, что нормально изобразили на Риммарце. Этот полукруг. Наверное, я, правда, не очень понимаю этот полукруг. Но что там, главная фигура, олень, оленевод. Справа от него, его двигатель, его жизнь – это олень. И еще, ну, как же оленеводы без собаки? Ну, так же, вот и собачка тут же. Поэтому мы, конечно, не будем копировать памятник, который создали на Риммарце. Но надо подумать. То есть те, кто занимается архитектором, художником, как они называются, это люди, которые… Конкурс объявляется. А? Конкурс объявляется. В фиге. То есть, значит, первое, я согласна, сбор подписей мы проведем. Объявляем с сегодняшнего дня счет номер. Вот тоже в эфир пустите. Смир, сбор денег. Смир и по нитке. Так, и последний, сейчас, пожалуйста, Татьяна Штроевна. Убор денег. Что я хотела еще? Подписи, сбор денег. Я думаю, что мы обсудим этот вопрос и с директором музея. Не повезло, когда мы с вами начали вместе с вами гостиную проводить. У нас директора прям пошагово поменялись. Поменялся директор. У нас сейчас появился новый, правда, она исполняющая обязанности, как она восприняла. Но восприняла Нина Ивановна хорошо нашу идею. И она сразу сказала, как учет вести. Потому что музейщикам надо, что сколько нас голов поприсутствовало на этом мероприятии. Да, я говорю, а мы считаем по фамилии, всех знаем, кто был. И всем благодарны, кто к нам приходит. И потом, я думаю, что я сегодня еще в Европе сбегала. Ставите ящичек, сбор денег для спасти ребенка жизни. Наверное, мы можем, если согласиться с администрацией, я еще не разговаривала по этому вопросу, но одно предложение, что мы видим, здесь такой маленький ящичек, сбор средств на сооружение памятником, а не на транспортном отряду. И не только здесь. В музее, в областной думе надо поставить. Правда, разрешение у них надо получить. Это тоже будет тот вклад, который мы, живые с вами, можем сделать и внести, привнести для того, чтобы памятник здесь был создан. Спасибо всем, что вы пришли. Миры, природы, океаны и так далее. Нам открывают папы, мамы. И от фашистов нас спасли. Открыли космосы, любви. Олени так же воевали. Жизни ранее спасали. Спасибо. По случаю в сегодняшний раз трагедии, я прочту Исаковского. Враги сожгли родную хату, сгубили всю мою семью. Куда ж теперь идти, солдату? Кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе, на перекрестке вдруг дух дорог. Нашел солдат в глубоком горе, стоит солдат, и словно комье застряли в горле у него. Сказал солдат, встречай просковья, героя мужа своего. Готов для гости угощения, накрой в избе широкий стол. Твой праздник, твое возвращение пришел я праздновать с тобой. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. Лишь только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, шерель поправил, раскрыл мешок походный свой. Бутылку горькой поставил на серый камень гробовой. Не усутай меня просковья, что я пришел к тебе домой. Пришел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, и не садись, вовите нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил солдат, слуга народа. Я три державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза неизбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Оленевой участвовал в рейде. Перевозил гнус на оленя. Ну это течение города. Они приезжали и уже осенью приезжали. В осень, когда он приезжал, он-то с райды. Райды называлась. С райды. Для нас сыр был большой праздник. В большой комнате был накрыт большой стол. На столе стоял самовар, медный и большой. Папа разливал чай. И все односельчане приходили, поздравляли с возвращением с рейды. А он угощал чаем, баранками, галетами. Рассказывал такие анекдоты, что все смеялись. Для нас детей была большая радость, когда мама с папой в магазине покупали обновки. Отец выдержал годы войны, так как он был морж. Ну, воревой такой, сильный у нас он был. Участвовал в разведке. И как он и рассказал, что часами приходилось в воде стоять с тростинкой и ждать определенного часа. Уходили вдвоем в разведку. А возвращался только один. Немцы были здоровыми, сильными. Один раз немец завалил отца. И он подумал, что пришел конец. Вдруг под рукой оказался камень. Он с силой ударил немца по голове камнем. Так он остался живым. Помню, у нас было много медалей, и мы с ними играли. И еще, когда отец вернулся с фронта, то мне из шинели сшили пальто. Сколько было радости. Один случай рассказал о том, как надо было уничтожить грязьшего немца из зоны. Папа лег на сани и на оленях поехал на взор. Он говорил, что только успевал ножом вырезать веревки погибших оленей. Подъехал к зопу, он бросил гранату. Тут я про Мауф говорю. Кобелева Александра Петровна. 1910 года рождения. В годы войны тоже работала для фронта. На оленях перевозила груз, ловила рыбу. Она говорила, что если заметят, как я прячу рыбу, то расстрел на месте. Хотя нас четверо, мы голодные сидели. А рыбу нельзя было брать. Ну, она тоже работала в колхозе. Была передовицей. И в Москве на выставке, на сельскохозяйственной выставке, было написано ее имя золотыми буквами. А вот два брата, Кобелев-Яков, убили в лесу его. Положили тело дяди в лодку и приставили ружье так, как будто он сам застрелился. Сестра рассказывала, она старше меня была, что перед началом войны 4 человека в кожаных куртках и с ружьями убивали мужчин, которые могли держать ружье. Это было очистка перед войной. И второй брат, младший, Кобелев-Марк Пименевич. Младший брат. В годы войны ему исполнилось 18 лет. Новобранцев собрали, чтобы основные войска могли отойти. Без потерь их поставили как щит. Сестра говорила, что все новобранцы погибли, только дядя Марк был тяжело ранен. И пока его везли, он умер по дороге. Вот такое краткое содержание. Отец вернулся, хотя он всю войну прошел в разведке, но он вернулся, чтобы вы сдавали. Мы были участниками военных действий. Кто-то вернулся, кто-то погиб. Я здесь имею такую фотографию. Сегодня, в этом году, уже исполнилось 90-е годы. Захаров Иосиф Петрович. Он вооруженец деревни Варзина, где я родилась. Сейчас он живет у младшей дочери здесь, в городе Мурманске. Но он, как и все наши, только объявили войну. Многих забирали сразу же, молодых под ней. В то время, в 20-м году родился, конечно, совсем молодой юноша. Ушел на фронт. Прошел всю войну, быстро выжил. Проработал всю жизнь в оленеводстве. И его жена Марта Дмитриевна, вот здесь тоже на фотографии она есть, Марта Дмитриевна, 18-летней девушкой участвовала в Захаровой, была девичьей Кобелева Марфа Дмитриевна. Это тетя Кобелева, слышишь, Сашки Кобелева, тетя. Ей 18 лет было. Она вместе с отцом Марфой Дмитриевной, Дмитриевым Кобелевым. Они были участниками финской войны сначала, зимняя финская компания была. Но они там, в общем-то, выжили, вернулись. Но почему-то, неизвестно по каким причинам, отца ее арестовали. Она думала, ну, может быть, дальше на фронте, куда-то или на службу. Но буквально в этот же, можно сказать, в тот же момент был расстрелян. То есть был на обед клаузное письмо, заявление на Кобелева Дмитриева. И он погиб. И Марфа, будучи, ну, еще совсем молоденькой, она участвовала здесь в направлении, Карельско-Мурманском направлении, была участница ально-транспортного отряда. И очень интересно сохранилось, скорее, воспоминание. В Лавозерской фронте такая небольшая заметочка была посвящена о лавозерских участниках войны. А пишет о них письмо на правил Лавозерской в Лавозеро некто, 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 Алексей Григорьевич Грошев, тоже фронтальник, и он был здесь, на Мурманском направлении воевал. И он все спрашивал, интересовался. А те, кто воевали вместе с ним, он вспоминает, среди лавозерцев был Чапров, под ней, значит, он имя забыл, назвали его Яков Степанович, он прошел войну, проработал, вернувшись в своей, проработал в Лене-Наталье Олеговстве. А вот еще вспоминаю, были две девушки, Марфа Кобелева и Клава, имя Клава, фамилию забыл, а это Клава Галкина, может быть, Валентинина родственница, потому что знаменитая очень фамилия. Ну, Клава погибла, а Марфа Дмитриевна, в общем-то, прошла войну, вернулась, всю свою жизнь она проработала тоже в Лене-Наталье, если муж был оленеводом, а она по шившему стихой шила, обшивала пастухов. Но ведь встретились две судьбы, прошедшие войну, Захаров, Иосиф Петрович и Кобелева Марфа Дмитриевна, родили шестерых детей, ну, всех довели до взрослого состояния. Так что вот такая, такова интересная судьба, что не только мужчины воевали, но участниками военных событий были и наши юные девушки, кто сам в батальонах воевал, кто, скажем, военном транспортном отряде. Но Анна Ефимовна Новохатька, ей сейчас 85 лет. Мы недавно были, были недавно в этом в ревне, когда презентация книги проходила, у дала лизамских писателей, и вот она там. Вот 85 лет ей, вот ни за что не скажешь 85. Она нарядная, яркая, ну, вся прямо в шелковой одеждах, вся так вот, знаете, как вот дородная. И 85 ей ни за что не дашь. Хотя на самом деле 85. Она говорит, как вам нам было молодым-то? Мужиков-то всех в армию позабирали с оленями, кого без оленей. А мы, девчонки, остались. Мы пошли в тундру работать за место наших парней, за место наших отцов. И всю войну Анна Ефимовна Юрьева, ну, по-моему, Желого Хатька, она все эти пять лет была пастухом. Не просто как. А точно так же надо было и тогда окруливать в течение суток. Конечно, за приплодом смотреть. То есть работа тяжелейшая. Работа оленеводов, конечно, это не сравнить. Говорят, у матросов военных, не военных, у рыбаков, что промышляет в Варенцовских водах и далее, что тяжелейшие условия работы. У них всегда крыша над головой. У них есть горячая вода, горячее питание. А пастух? Снег, вода, дождь, холод, ветер, зной. Надо быть. И мус, и гнус, все, что кусает, мешает жить, надо быть с оленями. Вот где адские условия труда. И тем не менее, вот хочу сказать, что очень неунывающие наши люди. Вот сегодня Галкина Василия Алексеевича встретишь, он уже за 80 лет ему, он по-прежнему пошутит, по-прежнему побалагурит. Вот такова внутреннее состояние у нас у самых. Вот только это немножко хотела дополнить. Вот и участники в моем событии действительно были, не только мужчины, но и наши там все женщины. Спасибо за внимание. Следующий гости. Я очень надеюсь, что сейчас вы уйдете задумчиво окрыленные, естественно, с той памятью, которая должна продолжаться в нашем мире. Спасибо вам огромное. Я очень рада, что вы были с нами. Можно еще чай попить? Продолжение следует...